Временем врачи Приморья подошли к программе. Постковидная реабилитация нестандартна. Они учат своих пациентов правильно смеяться. По словам медиков, эта методика помогает быстрее восстановить легкие, повышает уровень кислорода в организме и укрепляет иммунную систему. Сергей Анцигин выяснял, действительно ли смех лучше лекарства. Еще недавно Оксане Варченко было не до смеха. С диагнозом COVID-19 она целый месяц провела в госпитале и даже после выписки чувствовала себя неважно. Кашель, одышка и подавленное состояние. С такими жалобами пришлось снова обратиться в поликлинику и там ей посоветовали дополнительно записаться на йогу. Впрочем, не совсем обычную. Тренера по йоде смеха тоже зовут Оксана. И своим пациентам она рекомендует хотя бы раз побывать на групповых занятиях. Смех, как известно, заразителен и это только на пользу. Широко открыли рот и через букву А начинаем кашлять. Смеха йогу разработали в середине 90-х в Индии на основе уникальных дыхательных практик. С тех пор метод позитивного мышления признали больше сотни стран мира, в том числе и в России. Хохот, как выяснилось, лечит стресс не хуже дорогостоящих антидепрессантов. В разгар пандемии коронавируса владивостокские врачи решили включить смехотерапию в программу постковидной реабилитации. Чтобы достичь оздоровительного эффекта, нужно смеяться не абы как, а все-таки по правилам. Смех на букву А, если вы начинаете, вы можете смеяться сколько угодно долго. Потому что на букву И, да, это будет хи-хи-хи-хи, да, или хо-хо-хо-хо. Буква А, она дает простор, да, выход, звук, эмоции, да, вот это вот, вибрации все, да, хо-хо-хо-хо. По мнению пульмонологов, громкий смех – это та же дыхательная гимнастика. У человека, который смеется, по крайней мере, 15 минут в день, активно работает диафрагма, а в легких улучшается воздухообмен. Переболевшие ковидом подтверждают, уже после первого занятия с тренером радости, становится легче дышать, а мысли о последствиях болезни больше не тяготят. Невольно стоишь перед зеркалом и начинаешь смеяться. Вот так немножко, немножко, потом вроде как встрепенулся, проснулся и побежал. Погореть мир. Йогу смеха практикуют участники популярного проекта «Прогулки с врачом». Каждые выходные пожилые люди собираются вместе для коллективной зарядки скандинавской ходьбы и во время променада консультируются со специалистами по медпрофилактике. За 9 лет занятия отменяли только по двум причинам – из-за урагана и в период строгих ковидных ограничений. Теперь прогулки с врачом возобновились, а смехотерапия помогает смягчить психологические последствия вынужденной самоизоляции. Эта практика позволяет не только двигательную активность поднять, но еще и изменить настроение, что очень важно для здоровья. Ведь здоровый образ жизни – это правильное питание, это хорошая двигательная активность и это хорошее настроение. Вот, собственно говоря, секреты все. Йога смеха – это в равной степени не про позу лотоса и не про анекдоты. Определенная техника научит хохотать любого без всякой на то причины. С точки зрения ученых, в этом нет ничего плохого. Главное – вовремя остановиться. Сергей Анцидин, Максим Минцев, телекомпания НТВ, Владивосток.